Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Меня зовут Медницкая Наталья. Я являюсь специалистом компании Кадрлайн и мы сегодня с вами в этом видео рассмотрим изменение ставки ПФР в зупе. В данном видео будет поднят вопрос, как изменить ставку ПФР. Иными словами, речь пойдет об изменении ставки страховых взносов, уплачиваемых работодателем в ПФР. Уплата взносов позволяет получать больничные, детские пособия, бесплатную медицинскую помощь и прочие льготы. В том случае, если процент ставки взносов был изменен в соответствующих нормативных актов, то нам необходимо также изменить ставку и в самой программе. Для этого переходим в раздел настройка и далее выбираем редактирование законодательных изменений. В сервисе редактирование законодательных изменений. В группе в открывшемся окне с настройками необходимо раскрыть пункт тарифы страховых взносов. Группа. На форме появится табличная часть с видами тарифа и ставками. Необходимо немножко подождать. Вот она у нас с вами открылась. При попытке изменить данные в табличной части ничего, видите, не происходит, поскольку в программе стоит запрет на редактирование. Для того, чтобы данная возможность появилась, необходимо нажать на кнопку «Еще» и далее выбрать команду «Разрешить редактирование общих данных». Появилось окно, в котором необходимо нажать на кнопочку «Разрешить редактирование». И уже по ссылке «История изменений» в соответствующей колонке табличной части можно переходить непосредственно к изменению процентной ставки или внесению данных. После этого программа будет рассчитывать взносы, исходя из корректных, соответственно, с вами данных. Также можно загружать законодательные значения из интернета или из файла. При необходимости можно откатить изменения, внесенные и вернуться к значению по умолчанию. Для этого еще имеются соответствующие команды по кнопке «Еще». То есть здесь, допустим, «ФСС» можно изменить на 1. Здесь основной тариф, допустим, на 21. Здесь, да, загрузите. Ну, то есть можно. Теперь можно загрузить законодательные значения. Постановить законодательные значения по умолчанию. Давайте посмотрим. Основной тариф у нас был 22. Сейчас мы подождем. Значения восстановлены. Видите? Вернулось. Если у вас остались вопросы, пишите под этим видео. Мы с радостью на них ответим. А так вы можете менять все в программе в штатном режиме. Хорошего вам дня! Продолжение следует...